Всем доброе утро, ребята! Я с вами, как обычно, здороваюсь у нас на террасе возле кухни, но я думаю, что сегодня уже будет последний раз, когда я сделала это именно здесь, потому что сегодня мы выезжаем из этого жилья, сегодня мы едем путешествовать по острову, наконец, я так долго это уже дала, будем кататься вообще везде по Бали, может быть, на соседние острова, на Яву хотим поехать, на вулкан, там подняться и Джен с кислотным озером. Не знаю, много планов, может быть, на соседние острова поедем на Ламбок в ту сторону, вот, в общем, у нас есть в запасе две недели, как минимум, мы путешествуем с другом, с Пашей как раз, и он, мы с Пашей и наш друг Паша, и наш друг Паша приехал сюда до, ну, в общем, на три недели почти, и поэтому у нас есть много времени для путешествий, а сегодня мы едем посмотреть на вулкан, кстати, вулкан опять начал дымить, вчера произошло, и как раз в обед, я думаю, может быть, к обеду приедем, и он опять начнет, было бы интересно посмотреть. Все, сейчас нам нужно приготовить что-то на завтрак, у нас вообще ничего нет, мы съездим на рыночек, приготовим на завтрак на всех, и отправимся. Мы приехали, кстати, на утренний рынок, ребят, вот, сейчас как раз что-нибудь закупимся, идут так много людей с утра, мы остановились возле лавки, где, смотрите, все для путешествия, мы думаем, нам что-то надо или нет, вообще, нам нужно дождевик. Где тут все для путешествия, это я просто угарнул. Сейчас тебе кепки в путешествии. Вот так, да, то есть. Или часы, или брелки. Он сказал, я поверила, а потом сказал, что он угарнул. Вот, особенно для путешествий. Смотрите, у нас тут небольшой, в кавычках, конечно же, столик на завтрак. Мы сейчас яичницу начали уже делать, точнее, Паша. Паша у нас делает яичницу сегодня, ответственный. Я ее сломал опять, видишь? Ааа, не идеальная. Да все, все испортила, Юля. Вот. Ты ей новая формула. Какой? Три яйца. Надо два, да? Надо два. Я ем три. У нас вот мы яйца купили на рынке, и на рынке купили фруктов, потому что, не знаем, когда в следующий раз встретим фрукты, а Паша вроде так еще и не попробовал. Поэтому решили сегодня фрукты купить, чтобы он попробовал некоторые из них. Тут драгон, манго и папайя. Сейчас откормимся потихонечку. Яичница, все. Чай с молоком. Тут у нас такое, такое. И все, и будем выезжать уже. Ребята, у нас все-таки погода пасмурная. А нам сейчас выезжать, поэтому, ребята, поехали за дождевиками. А я вот пока вещи собираю, точнее, дособираю. Ой, тут у меня футболочка упала. Я тут чемодан собираю. Один. И вот здесь у меня второй стоит. Мы их собираемся оставить в наших хозяев. Хозяев этого жилья. А беру с собой только рюкзак. Ну и Паша рюкзак с собой берет. Вообще, оставлять вещи в отеле, где вы жили, это нормальная практика. И если у вас вопрос, а где же оставить вещи, можете переночевать где-то ночь и там оставить. Ну или можно просто попросить. В общем, тут это нормально. Мы купили маски для леса. Типа, вот видишь надпись с этой стороны, значит должно быть так. У меня надпись с этой стороны. А вот значит, ну если у меня зеленая, значит у тебя черный наружу, наверное. Ну это фигня изнутри, видишь? Значит все. По-моему, не важно. А, нет, снаружи она должна. Что значит, не важно? Черный наружу, потому что снаружи даже. Самые вещи оставили, единственное, что не поместилось у нас в рюкзаке и багажник. Это вот эта вот полторашка. Привет, друг. Что, фрукты, да? Нравится? Еще фрукты нацепили. Все, гоним на пляж. Присели немного передохнуть. Паша в куче мусора. Зато здесь вид прикольный. Уже почти доехали. Дорожка хорошо идет. Только вот там пасмурно, а мы хотели потом туда ехать, в ту сторону. Не, пока это наоборот нам играет на руку. Я вот еду, даже не закрываюсь, прохладно, не жарко. Осторожно, ты стоишь прямо на... Зай, снимай, типа, я чуть не умер, это сейчас тренинг. Зай, ну ты повторяешься. Не, я могу повиснуть, конечно. Но хватит ли сил обратно подтянуться. Как дорожка идет, людей не очень много едет, поэтому едем быстренько, шустренько. Сколько ты гонишь? Класса километров 70. Ну ты вообще ралли-гончик спиди. Ралли-спиди-гончик. Хотя я где-то обратил внимание, что я ехал 90, но я, по-моему, под сброс. Остановились здесь на пляж не очень очевидный въезд. Смотрите, тут коровка такая отдыхает. А нам куда-то туда. Вот так выглядит этот пляж. Ну мы, не знаю, наверное, не будем здесь купаться, потому что волна большая для нас. Ну для меня, может быть, ребята будут, но она такая уносит неслабо. Приехали еще на одну точку. Здесь очень красиво. Мы решили, что мы, наверное, здесь купаться не будем, потому что сильные волны, да? Бризноватые. Игрев, 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 игревноватые. Смотри, видишь, время заваливать, заваливать. Это ее авторская такая. Видишь, видишь, заваливаешь? Она относительно уровня моря, мы просто сидим в Киеве, поэтому она баланс. Стабилизирует? Ну что? Я заказал балийский кофе. Но Паша говорит, что это якобс монарс в питерске. Но нет, в нем, кстати, частички земли. Да. В питерской земли. У нас остановочка на заправку, вон там Паша стоит. И мы тут пока на заправке стоим, смотрим, вообще обалденный вид. Ребят, зацените. Вообще, очень необычный. Необычно то, что вот эта гора, она просто голая. Голая, ой, голая полянка. Облачка, кстати, нас сопровождает сегодня весь день. А это я вот тут, в племе. У меня здесь стратегические запасы яхрутов. Хоба. Юра говорит, их вообще-то надо в холодильнике хранить. Они в жарком байке все едят. А я говорю, вообще-то я их планирую все выпить. Мы добрались опять до вулкана, до кафе, где видно вулкан. Кстати, сегодня его не видно. Нам не очень повезло с погодой. Мы, конечно, немного расстроились, что здесь так много людей, потому что, как вы помните, там здесь в последний раз были, а здесь вообще никого не было. А там сейчас шведский стол. Вида нет. Куча людей и шумно. Мы хотели опять уединиться, чтобы никого не было. Весь ресторан только для нас. Четверых. Круто, да, я придумала. Поэтому едем сейчас в соседний. Шведский стол тут в основном индонезийская кухня. Лапша жареная, рис жареный, овощи. Есть кусочки курицы, сильно очень зажаренные. Чикен саде, немного фруктов. В общем, ничего супер фантастического. Записываю видео, как мы заходим в ресторан Махагири. Прямо соседнее местечко. Решили посмотреть здесь, испытать судьбу. Паш, давай ты умеешь на такое играть. Я на такое, как-то забомбил, помню, в том году. Помнишь видео, где я забомбил на такое штуто? Какой-то помню. На водопадах. На водопадах. Нет, это не в храме даже. А, так это вот такие штуки. Да. Они в храмы, да, сейчас играть? Они повсюду еще играть. У нас, где мы живем, скажем. Официально объявляется это место лучше, чем то? Да, потому что здесь круче вид. Ну, реально круче, да? Да, вид круче. А гонку вон там в облаках. Точно? Да. Да, на него там. Ну, его будет, наверное, видно. Ну, попозже, мы тут посидим, да, подольше? Вот, тут, наверное, в резорте, кстати, очень классно. Да, в начином месте. Басик, посиди. Снизу речка, кстати. Вы кричит, кричит. А, паша говорит, вот здесь вниз есть спуск. Что, Паш, остаешься здесь на ночь? Да, вон там басик классный. Заценил местечко? Ладно, пойдемте что-нибудь пока покушаем. Нам принесли почти одинаковые 4 порции лапши, которая похожа на бич-пакет, но с вкусным соусом и разными начинками. У нас креветки, там у ребят мясо и курица. И мы кушаем тучи. Курицы реально много. Тучи пока не рассеялись. Не знаю, мы увидим сегодня с этого места гонка или нет. Не, не верю. Отвечаешь? Точно. Давай, Паш, зажги эту тусу, ту хлоя. Круто. Мы сейчас приехали на храм Бисаки, хотели просто сходить, но... Короче, с нас взяли 60 тысяч, а мы не знаем, ну, это так и должно быть, или нет. Но мне кажется, да, здесь, ну, более-менее это официально такой красивый билет, но сразу же на подходе нам дали подношение. Сказали, что обязательно нужно купить, но это все фигня, потому что... Они стоят 20 тысяч. Не, понятное дело, что это можно просто пройти с каменным лицом, типа, типа, я не я и хат не моя. Но, в целом, билет, получается, не на русские рубли, это типа 240, а эта штука, получается, 80, да? Да. Девчонки продают. Ну, вы вообще, если легко отделаете. Вот ты, меня зовут Ваен. Я, Ваен. Я, Ваен. Я. Я, меня зовут Ваен. Я, Настя, Юля. В общем, взяли Магида, да. У нас первый день всегда такой неудачный в путешествиях. Да это просто супер туристическое место. Да, но мы ехали на супер туристическое место. Мне это дико не нравится. Смотрите, сколько детей. Потом. Говорят, потом покупаем. Потом, да? Давай, потом. Потом, потом, да? Потом. Потом. Уже довольно далеко поднялись. Жалко, что тучи. Так, ходим, с пенгидом слушаем. Такой здесь вид. Короче, это нужно просто жить. А, Юльна, давай. Одной рукой сможешь удержать? Тут две. Это для тебя. Это для меня. Так, что у нас здесь, значит, состав. Состав подношений. Распаковка. Распаковка подношений. Пахнет печеньками. Тут печенье есть. Пахнет печеньками. Значит, тут какая-то травушка-муравушка, цветочки. Это, кстати, мы видели, как это делается. Есть отдельный человек, отдельная профессия даже, может, я не знаю. Которые такие штучки накручивают. Ну, и говорят, просто положи. Они делают это три раза в день. Я думаю, в этом нет ничего сакрального. Да. Просто положили. О, и нам сажали. А, и денежку тоже кладут же на это, на подношение. А там кто, как? Кто-то сигу, кто-то денежки. Да. Сигу? Сигарету. Ты что, у нас в России, ну, на кладбище приносит сигу, не видел, что ли? Что-то водку ставит. Паша совершает подношение. Тру-ту-ту-тру. А это куда вставить? А, сверху? Давай попробуем. Я очень люблю, как пахнут подношения. Ой, в смысле, палочки эти. Еле любит подношения. Я на свои. А где моя? Моя вот. Я вот так делаю. Оп. Так красиво получается, смотрите. Везде предлагают сфотографироваться. Мне кажется, кроме Коли, никто особо не хочет сфотографироваться, да? Ладно, сводка меня, чего уж. Как я выгляжу? Ты выглядишь отлично. Да, потом покупай. Да, потом покупай. Да, потом покупай. Да, потом давай покупай. Спасибо. Мне кажется, им сказали, что... Закончилась наша экскурсия. Попросили обязательный донейшен еще. Чаевые. У нас есть доллары или нет? Просит какое-то определенное число? Нет, 300 веган. Все нормально, мы расплатились? Да. Спасибо. Спасибо большое за новое время. Спасибо большое за новое время. Спасибо. До свидания. Мы приехали в Амед, и нам сразу сходу предложили очень дешевую комнату. Все, мы решили сюда поселиться четвером, но уже передумали, кажется. Сколько их там? Короче, такая фишка была в том году. Когда у нас ночью атаковали. Не, не в новом, вот в этом здании. Там всех. Ребят, мы все-таки нашли жилье. Все, ребят, мы уже нашли нам жилье. Мы решили посмотреть варианты на букинги, и приехали в один из них. Казалось, нормальное место за 10 долларов за ночь. За комнату. Завтра расскажем и покажем. Завтра расскажем и покажем, конечно. И сегодня, кстати, играет Россия с Хорватии, но у нас будет 2 часа ночи, поэтому мы смотреть не будем. Решили поспать эту ночь, чтобы завтра хорошо быть выспавшимся. А сейчас поели-покушали. Нам понравилось, что здесь все очень дешево в кафешках. За 2 доллара можно поесть рыбу с картошечкой. Вообще классно. И соки. Ну, недорого вообще стоит. Очень. Всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Всем пока-пока.